Коротко все. С детства я, как все дети, сначала мечтал стать милиционером, пожарником мечтал, потом в 61-м году я стал мечтать космонавтом стать с моим ростом, тогда мне говорили, все, длинный-то я не возьму, я говорю, нет, возьмут, я знаю точно. Потом космонавтом говорю, потом родители сказали, что техническая интеллигенция, семья была, папа кандидат наук, брат кандидат наук технических, математических, и я думал, может, но меня больше тянуло, больше гуманитарные предметы тянули, я думал, может, стать поэтом, потому что я стихи начинал писать, это был в 6-м, первая влюблённость в школе, стихи там, как все, наверное, как все. А потом, чтобы брат пошёл на баскетбол, и я решил, и меня послали, поскольку я был длинный, чтобы не сутулился, послали на баскетбол, мне так понравилось, стал я за школьника в Армении, я в Артек поехал однажды даже, как чемпион города среди школьников, с командой нас послали на неделю, это было здорово. Потом, думаю, взяли сборную юношескую Армении, потом сборную мужскую, чемпионат СССР по классу А, первые лиги, дважды высшие лиги выходили, правда, в конце сезона вылетали обратно, я думал, буду спортсменом. Но потом понял, что нет, мне нравится, когда я сам, а тренером быть не хочу. И я думаю так, но родители, чтобы родители были довольны, я пошёл на юрфак, поскольку во мне справедливость сидела большая, но там на юрфаке я понял, что большинство людей сюда пришли, это был Ереван, не для того, чтобы знать закон, а чтобы знать закон, чтобы как его обойти с этой целью, потому что, когда я через несколько лет после того, как уехал в Москву, как-то приехал в Ереван, а где-то этот сидит, тот сидит, третий сидит, да ёлки-палки, половину уже за какие-то грехи уже успели, кто-то уже даже отсидел, а кто-то и сидит. Ну и вот, и потом однажды случайно совершенно, когда я был студент, играл в сборной Армении баскетбол, чемпионате Союза, и был студентом, я приехал с каких-то соревнований, готовился к экзаменам, сидя в скверике рядом с университетом, меня какие-то люди окружили, стали вокруг разглядывать, как звери в зоопарке, потом подходят и говорят, а можно вас пригласить на кинопробы, мы с армией фильма, мы к юбилею поэта Ванес Туманяна хотим фильм снять художественный, вот мы подыскиваем главного героя. Я так удивился, но я обрадовался, потому что, слушайте, а можно, чтобы сегодня я на экзамен не пошёл, я же чувствовал, что я не готов. Чужие конспекты, они как-то не влазили в мою голову. Ой, конечно, можно, давайте сейчас в ДК, ну и всё, на сколько, на неделю, давайте на неделю перенесли на 10 дней экзамен, я уехал на кинопробы, я был уверен, что на этом всё, потому что там профессиональные актёры, которых я уже знал по экрану, пробовались, и в итоге назначают меня, потому что я был парень спортивный, а там надо было полуголый, я плавал всё на остров к своей красавице, которая там, монахиней была, где монастырь на острове. И как вот, почему я говорю, потому что меня щёлкнуло тогда, я думаю, ой, как здорово кино оказывается. Ты приезжаешь в лучшие курортные места Армении, куда люди приезжают тратить деньги, а ты здесь отдыхаешь лучше них, всё время под взглядом женщин, под вниманием повышенным, ещё тебе за это деньги очень неплохие платят, мне так понравилось, что я думал, так надо подумать. И в итоге я, да, я в итоге диплом юриста сказал, папа, мама, вот на полку это для вас, чтобы вы знали, что не какой-то шалтай-болтай ваш сын, а теперь я пойду в театральный, пошёл в театральный училищ. Потом я приезжал, это был 1968 год, 150 лет присоединения Армении к России, юбилейный год, с театром приехали в Москву на гастроли. Я пошёл на киностудию имени Горького, сказали, есть две киностудии мощные, студия Горького и Мосфильм, чтобы актёрский отдел запросил свои данные. Я не успел дойти до актёрского отдела, у меня первый же коридор, какая-то женщина перехватила за руку, говорит, вы что, актёр? Я говорю, да, вы нам нужны. Затащила в комнату, в группу, в киногруппу, где сидел режиссёр Борис Дуров, сейчас ему пусть земля будет пухом, который сказал, о, это то, что нам надо, ты будешь у нас пират и так далее, я ничего не понял, и говорит, всё, мы снимаем, собираемся снимать пираты 20 века. Ты, парень, спортивный, волосы длинные, не то, что сейчас, всё замечательно, ты будешь у нас такой живой пират, всё, без всякого грима. И меня утвердили, и весной, это была осень была, потом зимой сделали ещё какие-то кинопробы, вызвали, и весной я приехал, помню, в мае, начали мае в Крым, который я полюбил на всю жизнь, на крымской киностудии, и потом много в моей жизни было фильмов, очень много, студия Горького, киностудия Горького, филиала этой Ялтины, ялтинская база киностудии, сколько фильмов было, сколько праздников жизни в этой Ялте для меня было. И я так счастлив, что Ялта опять-таки вернулась к своим берегам. Прямо вот я как думаю об этом, у меня слёзы начинают вот наворачиваться, ей-богу. Вот так я и пошёл в кинематограф. А там и понеслось. Бандиты, убийцы, пираты, бандиты, убийцы, пираты. Но когда сценарий был хороший, я играл насильников. Вот это супер. Причём кино самое смешное. Самые страшные кадры, когда насилие, это под хохот окружающих обычно снимается. Всё, что происходит во время. Ну там осветители, гримеры, всё это вызывает большой смех. Правда, все тужатся, чтобы не расколоться, а актёра не расколоть. Но это очень смешно. Даже могу рассказать один случай, который очень смешной, если есть время на это. Это было... А в Алма-Ате я должен был... Я бандит, снимали в Алма-Ате, там какой-то сериал, Голгофа называется, местные люди. Я, как глава одной банды, должен был наказать главаря другой банды таким путём, чтобы изнасиловать его любимую девушку. Эту девушку играла московская звезда. Могу назвать, а могу лучше не называть, неудобно. Кто видел, да, вы увидите. В общем, и эту сцену насилия снимали роскошном особняке на окраине Алма-Аты в сторону Медео. Трёхэтажный, это продюсер-особняк. И пока там на третьем этаже спальни выставляли свет и переставляли мебель, вся группа внизу там лакомилась. Это начало осени, столько дыни, арбузы, там виноград, чай. И на всё это мухи, мне казалось, со всего Казахстана слетели. И вдруг в один момент, когда я доедал арбузную дольку здоровую, кричат, Володя, бегом в кадр, свет готов. Я побежал с этой арбузной коркой наверх в кадр. Всё это должно было, акт насилия происходить стоя. Её перекинули якобы. А вместо неё, это поскольку актрисы думали, вдруг откажется Илья огромные деньги, и она попросит за этот страшный кадр. Какая-то местная танцовщица с такими же волосами пышными, она наклонилась, я говорю, через волосы, снизу, с пола снимает мой крупный план, лицо. А она перегнулась через спинку дивана. И только начали, текст у меня какой-то, я говорю, за что я её... Я эту бросил на пол, эту арбузную корку, некуда было, чистая спальня, роскошная, дорогая мебель. Положил, и вдруг так в монитор посмотрел, режиссер говорит, стоп, 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 бегом эту самую, гример сюда, надо, чтобы Володя был мерзкий, потный, чтобы такой отвратительный вид был у него, а то он такой благополучный. Я подумал, пока это толстая гримерка, чай не допьёт, это у них... Она же не поднялся, я говорю, Марат, звать Марат, Конноров. Не надо, я сам себе гример сделал. Я взял эту арбузную корку, натер себе лицо, пристроил с девушкой, и пошло это действо. Я начал говорить текст, и тут, мол, ах ты, передай своему любимому привет от меня за то, что иры-пыры, и тогда там, не болею, ну, не маленький текст был. И всё это в процессе этого действия, насилия. И тут прилетает на муха, с первого этажа наверх, в спальню, и на мой сладкий арбузный сток, снимает-то на видео, ни на Кодек, ни на Фуджи. И она перед моим лицом стала кружиться. Я уже психую на них, они смотрят монитор, ёлки-палки, но ведь видно, что муха, это же брак. Это же, я почему говорю, что не на плёнку снимают. Ну, остановите, отмотайте, и заново снимите, и на видео снимаете. Эти молчат, а для актёра, пока нет команды стоп, он обязан работать, это закон. Я продолжаю говорить тексты, дрыгаться, и якобы происходит процесс. Муха всё ближе-ближе. Я уже, чтобы те поняли, что идёт брак, уже за этой мухой башкой ворочаю и глазами туда-сюда, за этой мухой. И тут в какой-то момент муха бах, и села мне прямо сюда, на какую-то переносицу, на арбузный сок, сопля, не знаю, что там вообще, я ведь грязно был. Я со злости как заорал, дунул, плюнул со злости на них, и вдруг мальчик, стоп, Володя, снято! Слушай, как гениально вы, Армяне, показываете оргазм. Я говорю, Марат, какой оргазм? Я на муху, вы что, муху не видели? Да не плевать на муху, никакой мухи не было. Я говорю, давай переснимем, ты что? Нет, не будем масло делать масляным. Это лучший оргазм, который в жизни видел. Так и оставили. Вот такая история с насилием. Это лучший оргазм. Это лучший оргазм.